Валентина, вот пишут нам, диаметрально противоположные отзывы. Люди дорогие, не слушайте эту бедную женщину, как она пытается убежать, убеждать людей, не соблюдать святые посты, что, мол, это трудно и бессмысленно. Она погубила себя и нас хочет погубить, дорогой православный народ и так далее. И противоположный пост. Комментарий. Валенька, за такое интервью я бы вас расцеловала в засос. Молодец, пишут женщины. Ну, во-первых, я не понимаю, что православный народ, почему он, особенно во время поста, шарится в ютубе. Что категорически запрещено церковью, да. Устав о посте запрещает не только вообще зрелище, а уж пустые зрелища. На помойке, которую называют, значит, люди верующие, интернет. Мало того, что это не просто помойка, это же сети ловчие, которые дьявол расстелил по всей земле, дабы ловить души верующих. Что вы делаете в ютубе? Объясните мне, господа, хороший раз. Во-вторых, опять-таки, я не устаю повторять, что у настоящих детей церкви, у воспитанников церкви вбито твердое правило, которое у них просто на уровне, я не знаю, внутреннего закона. Что не суди, да не судим будешь. Что когда вы осуждаете, например, меня, откуда вы знаете? Может, мне Господь послал такое искушение для того, чтобы я, значит, упав на самое дно, потом вознеслась выше вас, которые осуждают меня. Это я так утрирую. Вот, ну то есть я напоминаю о том, что люди верующие вообще-то изо всех сил стараются никого не осуждать. И это верно. Вот, это полезно для здоровья. Ну вот, так вот. Так, дальше. Слушаю вас, и невольно хочется и своим опытом поделиться. Знаю, что много таких, как я. Из нашего монастыря я не первая ушла. Это тяжело. Надо просто перешагнуть через себя, через боль. И чувство вины. Просто отсечь и всё. Никого не виню, но считаю, что я за свои поступки и судьбу в ответе сама. Совершенно верно. Вот абсолютно согласна. С чувством вины боролась долго. Про любовь к себе я вот уже рассказала. Да, это непросто вообще. Самое сложное избавиться от этих вот сетей, этого шантажа. На котором вот на чувство вины всё же выстроено. Всё, все религии держатся, все религии держатся на чувство вины. И вот на этом шантаже. Да, понимаю. Но опять-таки, свобода слаще. Ради неё стоит сделать этот шаг. После возвращения я очень дикая была. Привычки, ужинки. Всё мировоззрение претерпевало жесточайшую ломку. Дикое чувство одиночества. Неопределённости, даже какой-то недиспособности. Неспособность устроиться на работу и общаться с людьми. Если б не мама, она меня выходила. Я потихоньку стала социализироваться. Записалась в фитнес-клуб, в бассейн, на танцы. Было так страшно и так любопытно всё. Как будто слепой увидел мир. Потом я впервые поехала с мамой к морю. В общем, за полтора-два года я практически стала себя чувствовать уверенно. Реабилитировалась. Но психоанализ и размышления о правильности моего пути не оставляют меня. Наверное, это навсегда. Ну, честь и хвала мамочке. Вот маме, что называется. Вот. Всё понятно. Всё то же и всё те же. Это понятно. И быстро это не выходит. Вот когда я попала в церковь, мне рассказывали такую статистику, что сколько лет служила греху, столько лет и будешь от него избавляться. Ну, грубо говоря, если там человек 10 лет пил, то придя в церковь, 10 лет его будет мучить вот это желание, а потом отступит. Вот. Ну, там, кто ещё чем занимался, вот сколько лет он этому греху служил, вот столько лет его эта страсть будет терзать, а потом отступит. Вот то же самое могу сказать наоборот. Вот сколько лет вы в монастыре провели, вот примерно столько же лет это из вас будет выходить, очень мучительно будут вот эти рецидивы. Даже вот, скажем так, со мной всё было хорошо, я приняла решение трезвое, взвешенное, не на основе обиды, не на основе там какого-то оскорбления или чего-то ещё. У меня просто, я уже сто раз повторяла, раз, и мозги как-то в один момент встали на место, и я спросила себе, что я здесь делаю. Вот. Ещё сколько-то времени ушло на то, чтобы осознать, что да, надо уходить, потом, значит, что называется, приготовить пути к отступлению, уехать в другую страну, вот это всё, чтобы стало просто легче. Потому что оставаться в двух остановках от этого места, ну, как-то очень сложно, да. Представьте себе, что вы там сидели где-то в концлагере, а потом живёте по соседству. Это очень тяжело. Вот. У меня рецидивы, даже не столько, что там чувства вельны, или мне хочется вернуться, то, что я очень люблю этих людей, с которыми я была вместе, и я по ним, ну, просто по-человечески скучаю, по-дружески скучаю, да. То есть я бы хотела с ними встретиться, выпить кофе, поболтать и так далее. Ну, нас же многое связано. Но захотят ли они? Захотят ли они? Я понимаю, что это невозможно. Вот. И меня нынешнюю, им очень трудно принять, поэтому я их так не искушаю. Вот. А рецидивы, скорее, вот то, о чём говорит человек, что это именно, ну, назовём вещи своими именами, это депрессия. Это вот эта самая недееспособность. Когда у меня масса там и творческих идей, и всего такого, я столько всего хочу сделать, а я лежу, и смотрю в одну точку. Вот. Я только что выкрубкалась из очередного весеннего приступа, поэтому знаю, о чём говорю. И это уже, это не дурное настроение, это реальная болезнь, которую надо лечить, и которая помогает справляться, в том числе и медицина. Есть препараты, помогающие. Вот. Но тут сразу хочу сказать, что это только чисто индивидуально, обращайтесь к специалистам. Что называется, не бегайте по бабкам, потому что это, ну, это серьёзно. Это ваше здоровье. Вот. И вот это, это накрывает. Потому что столько лет самокопаний, вот это расковыривание всех этих душевных ран, ран, чтобы покаяться, что вот это всё самокопание, вот. Оно так просто не уходит. И сейчас у меня уже больше десяти лет, вот уже скоро будет одиннадцать. Но я не могу сказать, что у меня всё прошло. Не могу. Что меня мучает больше всего. Это бесцельно прожитые годы. Это семнадцать потерянных лет, которые не дали мне состояться в профессии, которые лишили меня нормальной человеческой жизни. Вот это вот всё. Вот за это как бы больно. Вот. Я могу, конечно, себя десять раз уговорить, что я получила бесценный опыт и всё такое. я с ним делюсь, и я как бы вот это всё делаю, да. Ну, извините, возраст с белой ручки не стряхнёшь и за пояс не заткнёшь. Вот оно всё равно накрывает. Есть здоровье, есть тело, есть возраст. Можно сколько угодно себя воодушевлять и накручивать, но бывают минуты слабости, и это нормально. Это нормально себе в этом признаваться и идти дальше. Так что это как бы всё, что с человеком происходит, вот который написал, это нормально. И какое счастье, что есть такая любящая, понимающая мама. Вот. И пусть у вас всё будет хорошо. Валя, какой возраст? Тебя вон с женщиной готовы в засос целовать. Так что вот ещё один комментарий. Максим, огромное вам спасибо за ваш канал, где вы вскрываете нарыв гнойной системы. Поклон вам и Валентине за ответы на вопросы о религии. Благодаря Валентине я вышла из состояния транса, из состояния печали, скорби, фанатично-религиозной секты. Знаешь, это как глоток воздуха после долгой задержки дыхания. Низкий вам поклон Валентина и Максим. Какое счастье, какое счастье, что есть вот такие результаты. И что сказать, ну всего вам самого-самого доброго. И вы даёте такую обратную связь, которая воодушевляет и помогает жить дальше и продолжать наше общее дело. Вот. И Максиму спасибо и вам. Вот от камеры ничего не скроешь. И вот люди обращают внимание. Какое чудесное лицо становится, когда говорит Валентина о путешествиях, дочери и о сексе. И какое тяжёлое, напряжённое, когда говорит о религии, вере, монастыре. Ну, я стараюсь говорить правду, правду, ничего, кроме правды. И мне, ну, считайте, что это моя исповедь. Я говорю, то, что я чувствую. Наверное, да, это логично. На то, что нравится говорить приятно, и на лице это отражается. Валентина, спасибо, что говоришь об этом. Это очень важно для многих. Посмотрел вас и ещё больше стал верить в Бога. Спасибо и слава Иисусу Христу. Ну, что ж, опять-таки, у каждого свой путь. И кто мы такие, чтобы не давать людям идти своим путём? Ну, нам не дано предугадать, как слово наше отдаётся. Счастливого пути. Как, не критикуй, а это вдохновляет. Ну, как же это называется психология? Это называется тоннельное зрение. Каждый видит себя. Каждый получает то, что хочет, резонирует с тем, что ему близко. Это нормально. Точно. Умница. Спасибо. Так, ну вот. Задавайте вопросы, комментируйте. Мы ещё встретимся с Валентиной обязательно и продолжим вот эти наши интервью. Спасибо за внимание и до новых счастливых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok